В спортивном комплексе Юпитер состоялась серия турниров, которую организовала региональная федерация рукопашного боя. Одним из стартов стал фестиваль среди начинающих спортсменов. В нем приняли участие ребятишки от 6 до 11 лет. Они провели учебно-тренировочные поединки. В отличие от новичков, у участников первенства и чемпионата Томской области поединки были самыми серьезными. За медали первенства боролись юные бойцы от 12 до 17 лет в чемпионате единоборцы старше 18. Зрители стали свидетелями десятков захватывающих поединков с участием спортсменов разного возраста и уровня мастерства. Насколько популярен сегодня рукопашный бой в Томской области? На сегодняшний день у нас на турнире участвуют 12 клубов, более 150 человек. Ну, соответственно, растет и количество, и растет и качество бойцов. То есть ребята участвуют на большом количестве соревнований. Мы не только у себя проводим соревнования, мы ездим на другие турниры, межрегиональные, общаемся, делимся опытом. Соответственно, таким образом мы выращиваем чемпионов. Необходимо отметить, что рукопашный бой популярен не только у томских юношей, но и у девушек. Причем представительницы прекрасного пола на соревнованиях демонстрируют хорошую технику и проявляют настоящий спортивный характер. Почему такой жесткий вид спорта ты для себя выбрала? Мне просто захотелось попробовать себя в чем-то новом. И к тому же я Сергея Васильевича знаю с самого детства. И когда я узнала, что он появился в моей школе, преподает рукопашный бой, мне захотелось как-то возобновить наши взаимоотношения. Ты сегодня травму получила. Травмы, получается, тебя не пугают? Я опасалась, что могу второй раз растянуть это плечо, но как-то не остановила. Не пугает. Ваша спортсменка, получается, настоящий боец. Да, настоящий боец. Таких у нас много. Камила у нас целеустремленная, сильная характером и духом девушка. То есть пример нашим остальным девчонкам. То есть с нее можно брать пример. Сегодня она выиграла золото. Камила помогла своему спортклубу «Хорт» завоевать первое место в общем зачете первенства Томской области по рукопашному бою. Вторую позицию заняли юные спортсмены команды ФБС, третью – воспитанники спортивного клуба «Легенда». У взрослых единоборцев в общем зачете чемпионата бронзу завоевал Баграм, серебро досталось легенде, а победу одержал клуб спортивных единоборств «Шторм». Вижу, у вас двойной успех. Вы и в личном первенстве победили, и в командном. Нелегко было? Да, все верно. И в личном, и в командном. Было нелегко, потому что три года не занимался, но вот вернулся и вернулся с победой. Слава Богу, поздравляю всю свою команду. Как всегда, соревнования под эгидой Федерации рукопашного боя Томской области прошли на высоком организационном уровне и в острой бескомпромиссной борьбе. Теперь единоборцам предстоят более ответственные испытания. По итогам региональных соревнований будет сформирована сборная. Она примет участие в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по рукопашному бою, которые пройдут с 30 ноября по 3 декабря в Красноярске.